Если оторвать штукатурку, то там прям дыры. В квартирах, понимаете, когда руку прикладываешь, прям чувствуется, что воздух холодный идет. За 40 лет Галина Горбаченко изучила каждую трещинку и трещину дома. Аварийный он уже 7 лет, но под снос не идет. Здесь все еще живут три семьи. Квартира Галины промерзает, ее продувают через щели. А вот у Ирины Чеплыгиной считай элитное жилье. Самая теплая квартира во всем доме. Она первая после теплового ввода. Обвалилась штукатурка здесь. Капала, бежала вода. И обвалилась здесь. Жильцы перестают следить за домом. А управляющая компания сделала это еще после получения статуса аварийное здание. Нынешней осенью появилась надежда на нормальную жизнь. Мэрия объявила переезд в маневренный фонд. Жильцы пошли судиться. Это противоречит жилкодексу, ведь дом подлежит сносу. Смотрите, отсюда у них есть еще вероятность нормально переехать в нормальное жилье. Заселятся в маневренный фонд. Потом просто могут перестать квартиры. Будут вяло работать, в вяло текущем режиме. Якобы искать квартиры в комитет по ЖКХ. А на самом деле ничего происходить не будет. И люди будут жить годами. Из того аварийного дома людей переселили в другой, пока официально не признанный аварийный дом. Это здание бывшей городской детской больницы. Ее расформировали из-за сырости и разрушений в 1998 году. Сейчас это маневренный фонд. В ухоженном, в кавычках, здании 19 квартир. Для всех жилье здесь временное. Где полы покрасила, окна, батарею. Все вот это. Далее тоже такая комната нежилая была. Ждем три года. Они в 2013 году у нас уже узаконили дом под снос. Уже 6 лет. И все не сносят. Вера Орлова не скрывает. Ей здесь лучше, чем в аварийном доме. А между тем гниющие полустены устраивают не всех. И главная претензия, что собственник дома, мэрия, не следит за имуществом. Входная дверь не закрывается и здесь ночуют бомжи. На плохое состояние жалуются и жильцы маневренного фонда в колхозном переулке 32 по улице Карагандинская 1. Такие условия не устроили жильцов Первозападной. Одна семья суд уже выиграла. Сюда ее не переселят. 10 декабря в Веренберг победа будет и за второй семьей. Тогда можно будет направлять властям встречные иски о предоставлении все-таки равноценного жилища. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.